Всем привет! Мы с вами так давно не виделись. Они почему-то решили, что приезд Николая Бондаренко и Каспийской недели моды больше меня достойны занять место в пятничном эфире. У меня было столько дел, столько дел. Но сегодня мы с вами снова вместе, а это значит, что пришло время диванной аналитики. Поехали! В понедельник стали известны фамилии победителей выборов в городскую думу Астрахани. Итак, округ номер один победил Чернякова Валентина Владимировна Единой России. Номер шесть Тихонов Александрович. Боже мой, да всем насрать! Выборы в городу седьмого созыва признаны действительными и состоявшимися. 22 мандата из 36 достались представителям правящей партии. Шесть самовыдвиженцам, четыре справедливороссам и два представителям ЛДПР и КПРФ. Председатель городской избирательной комиссии Анна Маншина сообщила журналистам, что все победившие кандидаты счастливы. На этом, собственно, интересные новости на этой неделе закончились. Однако мы с нетерпением ждем заседания состава нового созыва городской думы. На встречах предыдущей было очень весело. Пока социальные и общественные сферы Астрахани пребывают в забытие... Пациент скорее мертв, чем жив. Культурная жизнь наконец-то после карантина пришла в себя. До 27 сентября в Цегаузе работает уникальная выставка до кино. Посетители могут узнать, как развлекались раньше люди, когда не было широких экранов и сайтов с пиратскими фильмами. С 17 сентября в картина галереи имени Дагадина начала работать персональная выставка известного российского художника Никаса Сафронова «Меняя реальность». Внимание публике представлено 95 работ автора в различных жанрах. Портреты, пейзажи, живописные шаржи и сюрреалистические композиции. Сегодня в 7 часов вечера в культовом баре вас ждут на концерт группы «Анакондос». В это же время в Астраханском доме актеров на улице Свердлова, 55, можно будет насладиться Франкенштейн комедией «Кекс». Главное, чтобы ваш возраст был не меньше 16 лет. По адресу «Боевая 66» кинотеатр «Иллюзион» в 19.30 ждет астраханцев на открытый показ мультфильма «Пушистый шпион». Завтра в 6 часов вечера актеры Тюза покажут вам спектакль по пьесе Аркадия Аверченко «О хороших в сущности людях». Аркадия Аверченко называют королем смеха. В спектакле воссознана абсурдность жизни российского обывателя, которая представлена в широкой галерее разнообразных характеров и типов. Каждая ситуация доведена до гротеска, порой гранича с черным юмором. В то же время в артиллерийском дворе Астраханского Кремля актеры Театра Кукол со своими помощниками покажут спектакль «Каштанчик». В воскресенье в 6 вечера Астраханская государственная филармония приглашает всех любителей музыки и танцев на новую программу «Танцевальные вечера» с эстрадно-джазовым оркестром. Хороших выходных, друзья! И помните, хоть лето закончилось, но это не повод впадать в осеннюю хандру. Просто будьте с теми, с кем вам тепло. Ну и погуглите на всякий случай, как делается галентвей.